Они уже умеют измерять артериальное давление и пульс, оказывать помощь при переломе, ожоге, обморожении, а также накладывать повязки. В медицинском классе достаточно много учеников. И эти школьники основательно подходят к изучению непростых дисциплин. Занятия проходят очень интересно. Для начала мы изучаем теорию. Обычно её бывает не так много. После чего мы приступаем к практике. И всё это проходит иногда даже в формате какой-то игры, чтобы нам было интереснее, чтобы это можно было более базово и более легко понять. Проект предпрофессионального образования в области медицины набирает популярность в разных регионах России. Заинтересованные в такой подготовке школы оснащают высокотехнологичным оборудованием. Этот интерактивный анатомический стол – отечественная разработка. Это самый крутой учебник, как по мне. Потому что благодаря ему можно изучить абсолютно каждую систему человека хоть подетально, хоть полностью. Я захочу изучить, например, нервную систему. Я убираю всё, что мне не нужно, и оставляю нервную систему. И вот я вижу, как центральную нервную систему с головным мозгом и спинным мозгом. При желании я могу добавить периферическую нервную систему. И мне виден каждый нерв, который есть у человека. Углублённое изучение анатомии и физиологии человека. Методов диагностики и лечения заболеваний предусмотрено не только в школе, но и за её пределами. Ребята посещают с экскурсиями ведущие медицинские центры страны, больницы и подстанции скорой помощи. Профессия врача подразумевает знание всех азов. Важно очень поставить правильный диагноз, сделать хорошую операцию. Ну а дальше? А дальше выступает на первое место средний и младший медперсонал. Пациенту нужно выходить. Вот этим вещам мы учим ребят. Школьники активно используют предоставленные возможности. Так они уже участвуют в научно-исследовательских проектах. Скооперировавшись вместе с учениками из класса инженерного и IT-класса, ребята создают прототипы протезов и для людей, и для животных. Например, печатают это на 3D-принтере и представляют на научно-практических конференциях. По мнению наставников будущих врачей, такая специализированная подготовка играет немаловажную роль. Ведь практические занятия формируют у молодых людей осознанность при выборе своего профессионального пути. Дмитрий Сероштанов, Александр Ермолаев, ТВ Брикс.